Канцелярия Верховного Смотрителя Кэмпбелл собирается отравить капитана Корноу. Кого-то рядового смотрителя заставили бросить яд в напитки, которые будут поданы по окончании встречи. Поговорить со смотрителем Мартином на то, найти Эмили, забрать дневник с компроматом у Верховного Смотрителя Кэмпбелла. Так, все-таки-то обновлено. Заметки. Так, цели, сведения. Если бросить крысина, я потрохожу в 10 литра банды сбыл. Так, любой, кто выпьет эликсир и заразит крысину, чумой. Да ладно. Мы уже все равно выполнили. Сделать все, чтобы капитан Корноу остался жив. Так, вам какие-то сведения там написаны еще были дополнены. Я что-то больше не вижу. Здесь нету. О, ладно. Смотритель Мартин. А, я думал, это какая-то гологра, она так издалека посмотрел. Здорово, Мартин. Говорят, на второй день кожа начинает сходить кусками. Это правда? Или хуже всего зуд? Или крысы? О, Джаспер, здесь не так плохо, разве что не хватает твоей женушки. А, да ты не из боязливых, но все еще впереди. Так, и пошел. Под его, наверное, можно... А, усыпить мы его не сможем. Так, ну ладно. Можно так. Смотритель. Граната. Эй, Корва, это я, смотритель Мартин. Да-да. А он тоже с маской? Тоже в маске. Ну и вид у вас в этой маске. Я знаю, кто вы и что собираетесь делать, и я могу вам помочь. Освободите меня, и через пару дней я поставлю вам кружку пива. Клянусь бездной, и я куплю вам 100 кружек. Появились сведения о задании. Поговорить с смотрителем Мартин на площади Ходжера. Так, сведения. Верховный смотритель Кэмпбелл всегда держит черную книгу при себе. О, ладно. У меня плохое кровообращение, а варежек у меня, очевидно, нет. Буду признателен, если вы меня отпустите, или хотя бы наберете дров на костер. Оценить красоту мостовых Денолла можно только после того, как несколько дней пролисишь над дней вниз головой. Я бы с удовольствием присоединился к вам и всем остальным, особенно если в пабе открыли бочонок хорошего пива. Корва, рычаг справа от меня. Глаза чужого. Эти штуки так натирают. Освободите меня, и я не отправлю все силы на общее дело. Глаза чужого. Только вместе мы одолеем лорда регента и возведем на трон юную леди Эмили. Пока вы остаетесь нашим мечом карающим, я не сомневаюсь в нашей удаче. Буду весьма признателен, если вы меня освободите. Лишь так мы сможем справиться с несчастьями, которые свалились на нас и на дочь императрицы. Закончил. Так мы сначала осмотримся. То есть есть еще. Сможем ли мы просто уйти? Закрыто. Это все закрыто. Так, ну ладно, видимо по-другому уйти мы не сможем. А если перепрыгнуть просто... Нет. Так, по-моему, можно. До вечера я читал в архиве о клейме Еретика. Звучит не слишком приятно. Вы когда-нибудь видали этот ритуал? Нет, я не видел, как налагают клейму Еретика. Его редко используют. Но однажды я заметил в толпе лицу заклейменного. Разумеется, это был бывший монах нашего ордена. Он просил милститиню в городке, через который мы шли во время... Что он такого... Кто знает? Таким клином отмечают смотрители, даже верховных смотрителей. Если те нарушили наши законы и были навсегда измены из ряда... Рядов Ордена. Помни про семь запретов. И можешь об этом не беспокоиться. Так я и сделаю, брат. Я уже... Третий мы прочитали запрет. Я уже не помню его. Так, в общем, а что там обновилось? Что-то обновилось. Так, убираем историю. Мешает она. Найти Эмили за бродневник без убийства. Клеймо Еретика. Найти в архивах сведения о клейме Еретика. Инструменте для отлучения смотрителей. Так, хорошо. Так, возвращаемся. То есть, в принципе, можно его не спасать, дальше пройти. Сегодня собираемся, пропустим. Да, надеюсь. Так же приятно распрямиться. Благодарю вас, Корва. Сегодня вас ждет дело чрезвычайной важности. Мы должны найти Эмили. Поэтому убейте Кэмпбелла. Да побыстрее. Когда все будет сделано, найдите его дневник, печально известную черную книгу, и уходите отсюда. У Кэмпбелла назначена встреча со стражником по имени Корноу. Мой информатор говорит, что Кэмпбелл хочет отравить этого Корноу. Возможно, вы сумеете этим воспользоваться. Так, здесь я не к чему, а лучше вернусь в Песью Яму. Если по дороге встречу лодочника с Самуэля, я передам, чтобы он ждал вас на заднем дворе за канцелярией Верховного Смотрителя. Да направят вас в духе, пусть враг падет, не оставив на вас ни царапины. Так, что там обновилось? В Кабинете Верховного Смотрителя встретить Кэмпбелла и Корноу. Остальное все так же. Сведения. Есть один способ отслучить от церкви любого, даже Верховного Смотрителя. Как это сделать, описано в книге, которая хранится в архиве. Верховный Смотритель Кэмпбелл всегда держит книгу при себе. Хорошо. Используйте принос, чтобы забираться на крыши уступа. Ладно. Так, инструкция по клеймению. Кабинет. Так, мне надо сначала инструкцию взять. Этих еще надо убрать. Есть тут что-нибудь. Так, руна-руна. Две руны. У нас, по-моему, 4 из 7 было. Сейчас еще где-то одна будет. Туда не забраться. Ладно, пройдем, как обычно, тихо. Как обычно, тихо. Друг, мы это так не оставим. Ничего себе. С гранатами, что ли? Может тоже гранатами воспользоваться. Сколько у нас там, штук 3? От крыс хорошо избавляться гранатами. Крыса. Мне просто надо было посмотреть, какой радиус у гранаты броска. В принципе, можно бросать прямо в лицо. Ну или под ноги. Так, еще одна граната. Еще одна граната. Смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас ничего-ничего. В основном. Так, теперь, наверное, можем открыть, да? Да, вот рычагами открываются. Так, а у этого граната. Эти ворота, наверное, нет. Ну, их и смысла-то нет открывать. Так, ну сюда, по идее, надо болты. Сюда надо, по идее, трупы прятать. Вот если играть бесшумно. Крысы не сожрали, надо их сюда скидывать. Мы бесшумно не играем. В кабинет пока не идем. Целебный эликсир. Так, нам надо как-то наверх. Я так понимаю, куда-то туда. Или нам здесь по-другому не пройти. А, вот здесь есть какой-то выступ. Может быть, до него можно дотянуться. Так, еще здесь что-то прячут. Руда. Нет, туда, скорее всего, пока мы не можем добраться. Как-то не очень. А может, можем. Отлично. Кабинет. А, здесь, наверное, так-так. Там прогрузки не будет, видимо. Я думаю, прогрузка будет. А прогрузки. Это плохо. Ладно. Один использовали здесь краски. Сможем забрать. Которые не смогли взять. А, мы его взяли, что ли? Ну ладно. Тут должен стоять пост. Свой стиль игры, передвижение. Добраться до цели вы можете разным способом. По улицам и переулкам, по крысиным норам, крышам и стокам. Экспериментируйте. Уже было такое. Так, какое большое здание. Площадь Холджера. Перья. Так, ну, собственно, вон туда можно в окно залезть. Это, наверное, самое бесшумное будет. Просто всех обойти. Так, неинтересно. Так, это мы прямо внизу. А, нет. Не прямо внизу. Не успел. Так, а здесь что у нас? А, можно по канализации. Не цепляется. Здесь как-то медленно. Так, никотин убивает. Со второго раза, правда. Две затяжки. Но это нам не открыть никак здесь, не вылезти. Ладно, посмотрим, что у нас дальше. Так, нам надо еще идти. Руна, руна. Но это они в здании находятся. Где-то мы все-таки одну пропустили, получается, что ли? Так, болты пригодятся. Это, походу, мы уже проникли внутрь. Очень на это похоже. А, на псарню. Зачем нам на псарню? Хотя, наверное, надо будет. А здесь куда? Так, это мы просто в канцелярии Верховного Смотрителя. Так, ну это мы внутри. На площади. А, вот так даже можно. Нормально. Ладно, сходим на псарню. Посмотрим, что там. Сегодня по сторонам не смотри, мой мальчик. Говорят, в округе бродят злые люди. Так, сведения обновлены. Есть один способ отлучить от церкви любого, даже Верховного Смотрителя, как это сделать описано в книге, которая хранится в архиве. Так, а может обновляется не здесь? Здесь вроде все читали. Этого мы еще не нашли Артура. В конце бульвара. Клеверинг. Все накопленные сбережения. Либо это намекает, что как бы там будет сбережения. А, 87, это почему-то мы никуда не применили. 28-й день седьмого месяца. Ну ладно. Ну да ладно. Так, посмотрим, сколько у нас получается умений. Так, а это сколько стоил? Я не помню. Сейчас по видео посмотрю, сколько мы там, когда последнюю руну взяли. Я думаю, 4 из 7 было. Да, было 4 из 7. И 3 мы еще найдем. Накрашу, а мы продолжаем. Молодчина, судья. Так. Песик. Он нас учуял. Тихо-тихо, это же я. Бориаль и остальные ушли в затопленный квартал. Так что сегодня буду только я. В чем дело? Не смотри на меня так. Так, мне кажется, сюда, наверное, чуть-чуть попозже надо прийти. Надо сначала какую-нибудь записку найти про это. Так, ну ладно, может сохраниться. Скучайте по несчастному братику. Так, а если мы туда телепортируемся? Кабинет. Наверное, уже здесь. Там закрыто. Кровь какая-то. Так, ладно, мы сохранились. Посмотрим просто, что здесь есть. Песики, конечно, странноватые. Ну да ладно, их дело. Ассасин? Так, короче, им в голову нельзя стрелять. Мы загрузимся. Это просто так. Посмотреть. Ну прости. Так, у меня больше пол нет. Так, больше нет. Ладно, спускаемся. Так же ты меня не видишь, да? Получается, что не видит. Открыть. Открывается рычагом в другой месте. Так, вот получается, открыть. Наверное, можно будет, пока тут будет подходить, мы можем так открыть. И сейчас выбежать. Нет? А, надо еще нажать. А это куда делся? Ты за нами пошел? Волкодав. Это вот, в них тоже вселяться можно? Ну, пока не можем вселяться. Так, ну вот мы и открыли, собственно говоря. Да? Мы закрылись. Но зато мы знаем, что волкодавы не умные. Иначе бы они сами могли открыться. В принципе, умирает достаточно быстро. Так, а здесь тоже, видимо, можно пройти туда, куда нам надо. Ну, да, ладно. Потом мы сюда вернемся. Пока загружаемся. Не пойдем на псарню пока что. Чуть-чуть попозже. Так, здесь тоже мы, наверное, вернемся пока что. Не так я хотел проходить. Здесь он у нас не бегает. Этих убираем. Так, их чуть слишком много. Главное, чтобы огнем или гранатами не кидались. Граната. Так, вроде все нормально. Это какая-то еще новая территория. Ползер Сквар, Голден Кэт. Это все находится где-то внутри. Руны. Тубэкярд. На задний двор. Еще какое-то помещение. Я думаю, мы сейчас здесь все зачистим. Гранат. Нельзя. А сколько у меня? Шесть. Пять. Ладно, будем пользоваться. Мы сначала здесь сейчас все зачистим. Потом пойдем, наверное, на задний двор. Ну, а потом уже здесь походим. Ну, и входить, наверное, мы будем через главный ворот. То есть, не через верх. А, вот ты что задумал. Это мы отключим. Ну, кто-нибудь хоть подорвитесь сюда. Хоть кто-нибудь. Он один подорвал свой. Нет. Сделал вид. Ладно, я забываю, что здесь есть такие штуки. В плане тревоги. В плане тревоги. Сигнализации. Так, сами запустили. Ладно, мы зато возьмем патронов. Трофеи всякие. Пули. Пули. Так, сходим в ту сторону. Посмотрим, что там. Что-то... Две жизни... А, нет, чьи жизни? Мир. Ладно. 2011. Ой, 211. Это с руками. Здесь у нас что? Это, возможно, какие-то правители или кто? Анжир. Лэш. Вон, здесь делать нечего. Там псарня у нас. Внутрь тогда, пока она не заходит. Так, здесь у нас что? Целебный. Десятка. В общем, монетки. Здесь ничего. А, это такой сквозной проход. Так, ну здесь все, забрали. Да, получается, просто такой сквозный проход. Видимо, чтобы просто от этих прятаться. От тех, кто патрулирует. Так, с этой стороны тоже какие-то надписи. Похоже, они повторяются только от зеркалины. Тоже имена. А там, с этой стороны имена. Так. Там еще можно везде залезть. Ладно, идем на задний двор. Здесь, по-моему, больше ничего нету. Здесь, может быть, что-то быть. Так, пружинная мина. Надо еще попробовать. Пружинная мина. Ставим на восьмерку. На нас она работает? Нет? Он как раз там что-то идет. Так, а ее? А, вот так вот. Не слышит. Так, видно. А так. А так. Совсем слепой. Не слышит и не видит. Так. Сейчас взорвется. А, он гранату кинует. Нормально. Плохо, конечно, увидели. Но размельчило его хорошо. Это у нас... А, это он и есть. То есть он умер от потери крови. Ладно, полежи здесь. Так, хорошо. Мины очень хорошие. Сразу убивают. Гранаты менее эффективны в моих руках. Так, идем сюда. До встречи. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...